Территория машин Всем привет! С вами Территория машин. Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам о знакомом японском гибриде и беспилотниках для Парижа. Компания Toyota объявила, что возвращает на наш рынок свой самый популярный гибрид Prius. Это самая новая модификация автомобиля, дизайн которой выполнен в очень футуристическом стиле. Если прежний Prius был спокоен и местами олеповат, то нынешний ушел очень далеко. По стилистике он похож на Toyota Mirai, машину на топливных элементах, которую в России почти не знают. Множество острых углов, многоэтажная задняя и передняя оптика. Вот новая стилистика японского гибрида. Внутри только мониторы и сенсорные панели, а передачи переключаются маленьким джойстиком. В движение Prius приводит бензиновый мотор мощностью 98 лошадиных сил и электромотор с его 72 лошадиными силами. В итоге общая мощность моторов составляет 122 лошадиные силы. Prius стал первой моделью, построенной на новой тойотовской глобальной платформе. Все новые модели компании будут создаваться на ее базе. Она состоит из различных модулей и в итоге способна покрыть весь легковой модельный ряд. Использование модульной конструкции облегчает труд проектировщиков, оставляя простор для творчества для дизайнеров. Цены на новый автомобиль пока не объявлены. Это будет сделано ближе к началу продаж в марте нынешнего года. А вот в Париже начались испытания беспилотных автобусов. Электромобили без помощи человека перемещаются по 13 округу французской столицы. Салон вмещает 12 человек. А по прибытии на конечную станцию автобус не разворачивается, а сразу едет назад. Безопасность передвижения обеспечивают лазерные дальномеры и многочисленные камеры. Власти Парижа планируют, что в ближайшее время заменят автономными автобусами пригородные электрички. Мы в России тоже не хотим отставать. И у нас тоже есть разработки. Пока самые известные из них можно назвать проект «Матрешка», который разработала и реализует компания «Волга Бас». Но она тут не одинока. Прошлой осенью КАМАЗ совместно с нами представил свой беспилотный проект «Шаттл». Автобус вмещает 12 пассажиров и развивает скорость до 25 км в час. Разработчики предполагают, что вызывать его будут из дома с помощью мобильного приложения. Он, скорее всего, приедет, если дороги почистят. Это была «Территория машин». Не забывайте пристегиваться.